С праздником, дорогие люди! Всех с победой! Спасибо! Приятного аппетита всем! Каша солдатская, кушаем! Тарелка гречки и 200 граммов хлеба за солдатским пайком. Очередь через всю площадь. Боевой обед пришелся по вкусу и ветеранам, и школьникам. Никита Зинатулин уже вторую порцию доедает. Вкусная и есть охота. А пришел, потому что есть охота? Почему нет? На природе вкуснее есть, чем дома. 400 килограммов гречки и 360 банок тушенки. Вроде и наготовили на 3000 человек, но бесплатного патриотического блюда хватило не всем. Впрочем, голодным никто не остался. На площади разбили целый базар. Около палатки с шашлыками ажиотаж. Такая еда, кажется, молодежи и привычнее, и вкуснее, чем каша без мяса из общего котла. Каша полезнее. Возможно, она здесь и вкуснее. Но просто если бы очереди не было, мы бы обязательно попробовали. А для ветеранов очередь не проблема. Самая Анна Рябинина вспоминает годы лишений. Тогда о гречке с тушенкой и не мечтали. Тогда каши не было такой мы ведь. Ели что попадя. Мы были маленькие. Мы в детдоме были. Отец раненый был у нас. Вспоминаем, конечно, добро. Для них и танки. Обыденность в годы войны. Такой техникой никого было не удивить. Для нынешних школьников бронетранспортера и Катюши – ожившая из учебника истории картинка. Ну, интересно внутри как-то. Интересно. И как по движению он так хорошо едет. Ну, там много оборудования. И изнутри вид хороший. И внутри интересно, красиво. Фронтовые куплеты, что звучали на площади, для них тоже что-то вроде музыки из архива. Ветераны под прославленную Катюшу всплакнули. Катюшу всплакнули.